И вот тронулись. Там железная дорога, видать. А сзади кладбище. Вот на нем повернули тут. Мирское. Тут два кладбища. Одно старое обрядческое, кержантское. Другое, так православные называли, Мирское. Не видать, как крутится теперь. А на втором кто сидит? Иеремия. Иеремия. А ты смотри. Сколько ему лет? 21. 21. 21. С малых лет за рулем. Вот кто думает жить по-настоящему. Смотрите, как живут люди. Вот из того, что убираются сейчас и пирожки, и пельмени, и блины, и всякие булочки. Все здесь. А вот как оно достается? Были старые комбайны. Сейчас купили новые. Бог благословил. Бываем на Господь. Здесь видно вот эту железную дорогу. За ней эта вся полоса там как-то. А эта вот, если полоса небольшая, когда с разъезда к нам ехать. На повороте здесь. Там не видать отсюда пуст. Каренгер отсюда. Его видать даже отсюда. Посмотрите. Здесь более темные. Вот это вот. Посмотрите. А там что-то строительство было тогда. Все разрушено. Видите, как надо делать? Это Белорусья. Белорусья. Везде все закрывали предприятия. А Александр Григорьевич еще стоял. Против него только и отсюда была. Я не знаю, по-моему, как. Мы говорим, что он. Хороший он президент. У меня от него благодарность письменная. Это же ему книги подойдет. Когда была миссионерская поездка. У меня, наверное, пятьсот или шестьсот пятьдесят благодарностей. Которые библиотеки подали. Отдельно Рамзана, Ахматовича и Кадырова. Вот. а вот это наверху теперь не видно как-то машины ходят вот это сейчас в прошлом году не было поверх надетая тогда было видно как там крутится это совсем другая жадка была обеда тогда мы тогда мы горох и убирали а этой жадкой зерновые убираем пшеницу и чмень колоски только срывает до солома остается шар нахуй летел вот железная дорога по двое уже подъезжаем делает первые водка здесь он сейчас следы видать обрабатывали так и на нас это вон она именно там и копает красиво я его потолщил на дверь вот это да а там он, да, потеряет трясет конечно так так и вон э и 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 Видите, как больше урожая Сделал сорт такой низкой пшеницы Не совсем низкая И снимает еще только колоски Лишь как человек Рабомо дальше начинает делать Субтитры делал DimaTorzok Идем отрием Не забудь компьютер нажатку включить Да, включи Компьютер нажатку очесывающую Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А я там пшеницу беру Я их бросил, говорю, вы ведете Поехал скорее Побежал Осина, как свечка горит красная Комбайн шатается Я сейчас там слезу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Администрации. Я тут у поворота сверху туда. Вон там мой велосипед бежит. Тут я могу сойти. Администрации. Администрации. Все, давай, в руку. Помог, помог, мы были в Терензе, оттолстил Игоря, на ротах. Здесь второй комбайн по лесу. Очень дорогой. А вот комбайн еще там. Видушка. Господи, благослови их и враг урожая. Люди, которые кормят тысячи людей. Сейчас у Игоря начинался там с двух гектар, кажется. Сейчас 1200 гектар уже у него. Ворованного или какого-то, даже поминей нет. Его еще чем-то обижают там. Кто травят не на своем поле у него. Это я уже слышал. Господь его благословляет. Благословляет. И ребятишки такие же у него. Работяги. Мирные. Вот я тут пришел на кладбище, называемое Мирское. Я не знаю, тут видно будет или нет. Что-то тут отец, похоже, с сыном. Вот оказалось, у кого-то тут дети утонули. Играли там. Яма какая-то была двое ребятишек на разъезде. Конечно, все уже далеко. Эрлих Ольга. Не знаю, кто такая. Ни года ее не видно. Эрлих это честный означает по-немецки. Ну, вот так вот могила. Все мы ляжем. Придет время. Вот недавно кто-то поставил. Тут не хоронили, а так обиходили. Это уже какая-то решетка тут богатая. Кто это? Бунеева и Евдокихия. Тут все можно видеть. Черемуха. Тут выращивали кто-то. А вот председатель колхоза был. Блатов Иван Андреевич. Это у нас дороботов Иван тоже Андреевич. Скорби мы помним. Кто-то люди, видимо, знаем. Вот. Коммунист был. Это я помню, отец говорил. На фронт он не ходил. Вот он какой был. Когда-то он мне двух голубей дал. Видишь, коммунист. Распятие уже. Вот так. Молиться я не могу за него. А за остальных мы не смотрим. Мирское, не мирское. Молимся. Благодарим Бога. Вот береза упала. Как ее не спилить? Ее и спилили. Вот она. Видно, что вот она какая. А кто-то пришел на боку ее. Вот она как. Она лопнула. Ну кому сообщать-то? Все сделать. Смеяться над людьми. Вот она лежит. Она упала прямо на могилке. А дальше там вот сколько выпили, она повисла вон. Ну видно, и коры уже нету. И второе дерево там. Какой тут бред или кто еще, не знаю. А вот здесь кто? Золотухин. Золотухин. Это, видимо, отец учительницы. Потом посмотрю, сколько он жил. Верующий был. Вот. Золотухин. А сын его. О-о-о. Говорят. Это говорят так, что он был в расстрельной команде. Людей расстреливали. Ну и как что, у него всегда было расстрелять мало. Ну да. Ивонин Роман Тихонович. Сколько тут? В 66-м, в 15-м. Довижу, я считаю. 51 год, что ли. Вот так сохранилось за человеком. И его опасались мужики. Это я помню. Ну, умер-то что же. В 66-м. А я в 56-м 10 классов кончил. Ясное дело, что это в 66-м. Я его вполне мог бы помнить. Вот страх. Ну, тут пройти кое-кого еще вспомнить. Это мирское кладбище. Ну, скорби мы помним Блатовы. Кто они родственники-то тоже не знаю. А вот только поставили память, как сказать, у Солкина Антонина Афанасьевна. 99. 36 лет жила. Помилуй нас, Господи. Все мы ходим. А здесь вот видите, какая. На колбасилии как делается. Посередке боком. Сварили внизу прямо. И второй тоже. Это не крест. Это так просто. Металлолом. Сеськов Михаил Ефимович. Ну, до 25 лет только жил. А то вот Семенов отец. Семен Михайлович. Вот к нам Алексею приходит Семенович. Вот. Он внук ему вот этому. А Алексей Семенович мой крестник. Крестник. Вот интересные деревья тут растут. Как будто специально. Вот такое вы еще где-то найдете или нет. А я тебе сейчас покажу. Это удивительное просто место. Вон крыс еще какой идет. Вот вон большие сучки. Береза тут не обхватить одному ее. Толстая. Толстая просто. Я могу сказать уже столько сразу. 70 сантиметров в диаметре примерно. 75. И вот этот сучок вверху вдруг идет вниз. И потом на уровне. Вот я подхожу, я рукой его достаю. Вот она идет далеко, далеко, далеко идет. Это как же так. Вот я сейчас от дерева замерю. Сколько. Вот она дерево большое. Ну я сейчас большими шагами по метру буду шагать. Ну смотри как. Вон машина пошла. Машина видимо намолотил уже и сказал. Вон они два комбайна. Вон там. Ну не видно, тут солнце как раз. А тут Исааки и Осип на двух самосвалах. Вот 12 метров в сторону. Вот от этого дерева сучок сверху опускается вниз. Это вообще. Я скажу, что я не видал еще такого. И как вертикально от дерева отходит не просто кверху, он как все сучки кверху. А вертикально идет. Вот. И сразу почти вертикально вниз. И дальше идет вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Что это означает? Может что-то означает. Не знаю. Вот тумбочка какая-то. Крестами эту надпись не поймешь. А железная вот оградка, так принята оградка. Зачем она оградка? Чтоб другие не лезли. Бунеев. Такие вот тоже было. Покоиться. Такие Яковлевны. Вот даже в этом вот за три большие ошибки. То есть совсем люди неграмотные, а помнят родственников. Вот как. Не в грамоте дело. А в силовечности. Вот так. А это мой транспорт. А тут столик сидеть. Скамейка сделана. Ну все. А там дальше я могу показать. Сейчас подойти и потом вернуть за велосипедом. Просто издалека показать. Там Киржацкая. Старообрядческое. Старообрядческое. Кладбище. Там моя мама. Там бабушка. А вот за этими тополями. Киржацкая. 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 А то никого не было. В стране, в Российской Федерации погублено. Ну у меня старое сведение. Два года назад. 51 тысяча сел. Ну сюда обходят и где, где остался один житель или два. Ну то есть заброшенное. Как будто война прошла. 51 тысяча. И мы вот с нуля. Да еще условия какие, чтобы человек не пил, не курил. И Господь дал нам на нашу похоту 0,78 гектара надуло семян. Выросли березки. И мы пользовались их. Пруды восстановить инфраструктуру. Потому что решение принято 23 марта 1992 года. Номер 47. Второй пункт говорит восстановить поселок Потеряевка. Ну вот и мы пользовались здесь. Нашелся доик и думеянин. Человек чужой. Нажаловался как будто. Ну сделает злодейство. Кто еще? Бог будет разбирать. Ну по милости Божьей все. Это было что изъятое у нас. Компьютеры. Все вернули. Все. И ничто не повредили. Да благословит Господь всех. Кто приходил. Кто делал. Ареста никакого не было. Да еще и суда то не было. Мировое соглашение. Это принадлежит не где-то муниципальному. Признали. Она не на картах. Нигде нет это. Вот этой березовой нашей. Подарок от Бога. Мы им и пользовались. Не для себя. Делали то что восстановить. Это государственная работа. Сейчас будем требовать. Требовать просто. Чтобы сделали расчет. Сколько мы потратили сил. Восстанавливали сами дороги. Вот все. Школу сами построили. Ну про храм не будем говорить. Вот. Четыре пруда полностью восстановили. Что это стоит? А ведь это мы делали не до того что стоит. Мне кажется комбайн идет. Вот. Если комбайн идет я повернусь назад. Чтобы снять. Вот издалека как это мирское кладбище выглядит. Вот оно где. Какие деревья. И главное сучок вертикально к дереву растет. Это считается очень. Если у яблони это очень хорошее. Ее не отломить еще нельзя. Это вверху не чернота не обожженная. Это ведьма называется. Ведьмины. Там как-то еще какое-то слово. Ведьмины. Что-то такое. Вот. Яблоко что ли. Вот. На втором комбайне. Это нынче купили. Там в Терентии я проехал с ним. А здесь на этом комбайне. Второй зеленого цвета. Полесье. Из Белоруссии. Хороший говорит комбайн. Хороший. Игорь. Младший сын. Иеремия. Иеремия. Он зовут Иерема. Русские. Назывался Ярмак. 21 год говорит уже уже считаю муж и все молотится и солома падает помахал руками ну слава Богу ну слава Богу